Россия перевела стрелки адерных часов. В какую сторону, Владимир Франта? Литерарь не новины, Чехия. 16 марта 2018 года. На деструктивные действия США в Сирии Россия пообещала ответить силой, пообещает ли она изменить ситуацию на Донбассе. Во время работы над этой статьей ситуация резко менялась. Россия хочет снижения напряженности в международной политике, и, по всей видимости, она может этого добиться только необычайно жесткой риторикой. Сейчас Запад русских не щадит и в преддверии президентских выборов Россия уже использует в качестве предлога что угодно. Из шкафа достаются скелеты. Справится ли Владимир Путин, переизберется ли, и продолжит ли Россия двигаться по намеченному курсу? Чем, в свою очередь, воспользуется сам Путин и чем уже воспользовался? В воскресной передаче «Объектив» на телеканале ЦТ-1 прозвучала интересная мысль. В репортаже «Южная Корея» – музея Корейской войны в комментарии о предлоге для начала войны было сказано следующее. Это была судьбоносная ошибка советской дипломатии на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 1950 году. Отсутствие советского представителя позволило западным странам утвердить военное вмешательство, которое фактически стало началом Корейской войны. У меня, зрителя, просто отпала челюсть. И я объясню почему. 50 оттенков мирового сумасшествия извращенного Запада угрожает Путину во внутренней политике. Или нет? Сдали иронии. Конечно, можно сказать, что вмешиваются русские или нет. Делают лишь что-то или бездействуют. Они все равно не правы. И, как выразились в администрации Обамы, русские всегда будут стоять на неправильной стороне истории. Любители иронизировать также могут заметить, что антироссийская западная риторика сегодня поддерживает сообществом на Западе, которое переживает очень странные трансформации, напоминающие кульбиты. Например, Фейсбук, конечно, является западным изобретением. Сегодня его пользователь может выбрать примерно из 50 вариантов, отвечая на вопрос о своей половой принадлежности. В Европе уже недостаточно быть мужчиной или женщиной. А вы говорите, что в теории Дарвина нет промежуточных звеньев. Если Западу не удается навязать Путину 43-й пол, ему приходится раздавать печеньки в Киеве, настраивать народ в другой стране против его собственных политиков на Болотной площади и вносить раскол в российское общество из-за Олимпиады в Корее. По всей видимости, добиться желаемого Западу не помогает ни ради свободной Европы, ни санкции, ни другие средства. Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует. Шутил Путин мы, европейцы, стоящие на правильной антироссийской стороне истории, вдруг узнаем, в том числе благодаря другим чешским СМИ и телепрограммам, что между мужчиной и женщиной есть 50 половых оттенков. Тут мне хочется отметить, что природа ничего подобного не сотворила бы. Тут действительно не обошлось без вмешательства свыше. Из СМИ мы также узнаем, что если попросить женщину в Париже дать свой телефон, то тут же попадешь в тюрьму и будешь надеяться только на помощь хорошего юриста. Мы узнаем, что в Великобритании человек, который защищает сексуально-агрессивные поцелуи сказочного принца, который таким образом пробудил от литургического сна несчастную спящую красавицу, является никем иным как шовинистической свиньей. Кстати, и принц не лучше, он – первая свинья. И вообще все эти процитированные бесстыдные извращения категорически нельзя рассказывать детям, даже перед сном, а уж тем более на уроках, поскольку это подрывает предпубертальную нравственность. Становится понятно, почему такой международной общественности не угоден Владимир Путин. Мачо – альфа-самец в традиционном смысле слова, который, преувеличивая, в интервью с Владимиром Соловьевым, оно доступно на сайте под названием «Миропорядок-2018», говорит, при Петре и жил знаменитый русский немец Миних, который высказал интересную мысль, Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует до сих пор. Путин мешает миру, потому что он самостоятелен. Он играет по своим правилам, но при этом призывает к сотрудничеству. На самом деле ни одному западному лидеру не нужно сотрудничество именно потому, что он – лидер, поэтому он и не понимает, чего же хочет Путин. Запад не понимает русскую душу и считает Путин опасным чужим Богом. Амибообразное лицо Запада. Утрата идентичности – ну кто руководит Западом, точнее, чем Запад руководствуется, когда, например, обвиняют российских спортсменов в применении допинга, исходя из слов одного единственного свидетеля в лице некоего господина Г. Раченкова. А он, кстати, может похвастаться медицинским диагнозом, который звучит как реактивный психоз. СМИ также известны о его суицидальных попытках. И заявления такого свидетеля привели к тому, что в Корею, и опять она, не пустили тех российских спортсменов, которые могли бы претендовать на золотые медали. Российский режиссер Никита Михалко в программе «Весогон» отмечает, что другие западные спортсмены, применяющие допинг из-за проблем со здоровьем, вроде астмы и прочего, дисквалифицированы не были. В этой связи больше всего поражает американская спортсменка, которая официально принимает тестостерон, по причине трансгендерности, и продолжает соревноваться с женщинами. Ее зовут Мэкбекс. Тут нельзя не отметить, что с такой цистерной чужого тестостерона я бы в постель не лег, при всем уважении, мадмозель Бекс. Так не кажется ли вам, что этот мир немного сошел с ума? Теперь понятно, почему Владимира Путина так не любят на Западе. Его не любят только потому, что он мужик, дзудаист, который, не дай бог, хороший в других сферах жизни. И все это вызывает подлинную зависть. В том, что Путин достается одна океана амфоры, гладит сибирских тигров, учит стерхов летать и даже сам летает на Ту-160, на самом деле нет ничего ненормального. Наверное, все читали романы верно. Только мало кто может их воплотить в жизнь. В одной русской песне поется, «Мы родились, чтоб сказку сделать былью». А для этого силы есть только у того, кто не боится целовать заколдованных принцесс. Как говорится, фронт и ботомов из «Арт». Своим новым оружием Россия перевела стрелки ядерных часов. Обратно воображаемые ядерные часы показывают, сколько минут осталось до разрушительной мировой ядерной катастрофы. В начале этого года телеканал ЦНН заявил, что ядерные часы показывают без двух минут, ядерную – полночь, что совпадает с положением 1953 года. Ядерная речь Владимира Путина 1 марта 2018 года парадоксальным образом перевела стрелки ядерных часов обратно в более безопасное положение. Ядерное равновесие между сверхдержавами восстанавливается. Вероятность ядерного удара по России и ее ответной реакции несколько снизилась. Я подчеркну, что опыт сбрасывания атомных бомб на чужие города пока есть исключительно у Соединенных Штатов. Какие сюрпризы готовит Россия? Увертюру мы уже прослушали, и она должна отбить у Запада охоту саботировать президентские выборы в России и вмешиваться в события на Украине. Владимир Путин сам говорит, что когда ему принесли список лиц, которые отличились при разработке нового оружия для России, он отметил не имена, а длинный перечень фирм, которые участвуют в технологическом прорыве России в мир, и внесли большой вклад. Если у России есть лазерное оружие, сверхкомпактные реакторы, совершенно автономные подводные дроны и аэробаллистические средства, поверхность которых в полете выдерживает 2000 градусов Цельсия, а скорость в плотных слоях атмосферы приближается к первой космической, то закономерно предположить, насколько от этих технологий выигрывает и гражданский сектор. Ответ совершенно эпохальный. Путин намекнул, что комментировать некоторые феномены преждевременно. Однако в интервью он заверил американскую журналистку НБЦ Меган Келли, что отвечает за свои слова, и некоторые из заявленных им видов оружия уже стоят на вооружении российской армии. Все это разворачивается накануне президентских выборов в России. Путин знает, что примеры впечатляют людей, поэтому достал из рукава прежде невиданные вещи. Любой, кто не является виртуозным пианистом и слышит его исполнение, думает, что здесь есть какой-то трюк. Может, и так. Но, скорее, дело в знаниях и новых технологиях. Нам придется привыкнуть. Времена изменились. Изменение ситуации на Донбассе. После выступления Путина с ядерной речью вдруг началась подготовка к встрече представителей США и Северной Кореи. Случайность. Чем дальше, тем больше Украина теряет свое исключительное положение в транзите российского газа в Европу. Путин либо придерживал некие козыри до предвыборной гонки, либо вытащил их буквально в последнюю минуту. Но если внутриполитическая ситуация в России более благоприятна, чем нам в Европе преподносят ее СМИ, то действия Путина можно расценивать как пример стратегического планирования, которое достигнет кульминации своими результатами на практике после российских президентских выборов 2018 года. Можно предположить, что Россия уже совершила или совершит в скором времени большой скачок в энергетике. Вместе с лазерными, ядерными и другими технологиями это может ознаменовать новую научно-техническую революцию, которая уже вызывает уважение. По всей видимости, в ближайшем будущем Запад решит тесно сотрудничать с Россией. Таким образом, конфликт на Украине, скорее всего, вскоре будет урегулирован. Главное, чтобы за это время российский президент Владимир Путин не потерял интерес к сотрудничеству.